Вновь, в конце концов, в конце концов, на Антаре, в ноге идти. Пошли, пошли, притрежите. Смотрите, пожалуйста, пожалуйста, перед вами есть саркофаг с розового гранита. Саркофаг перед вами черного гранита. Седьмого века до нашей эры, наверное, вы заметили, что все саркофаги, все стадии созвыты в мозгу. Говорят, или самая известная версия, что местные, когда египтяне приняли христианство, потом ислам, отбили назов, значит, убили. Дыхание оттуда. Но, почему не, такая нереальная версия, просто самая известная. Но я вам скажу, нос, он с вами хрупкий, тоненький, хрупкий. Сломался. Например, руки, ноги тоже сломался. По такой причине они начали завязывать. Ноги, руки завязывали, чтобы не форкаться. А нос остался хрупким, сломался. Вон, с разбитым мозом. Они его заинзилировали, как он умер. Потом похоронили в этом саркофаге. Было наклеено над мумией много золота, амулет. Все было наклеено. Цел грабителей, это мумия. Грабители фирму или дом разграбили. Такая у них цел. Силь. Генги, золота. А мумия, это цел грабителей. Потому что все было наклеено над мумией. На втором этаже, посмотрите, какие умерные изделия, амулети. Самого футанка амулета. Значит, такой саркофаг отсюда сломали. Видите? Если смогли, вытащить, вытащить. Если не смогли, сломали бы. Хотя бы, очень крепкий конкурент, но сломали бы. Смотрите сюда, пожалуйста. Перед вами есть саркофаг одного жреца. Не трогайте, пожалуйста. Хотя бы мучками не портится все равно. Но не затроньте. Смотрите, пожалуйста, с такого крепкого камня. Такой камень называется зеленый юрид. Видите, очень крепкий, твердый камень. Но все равно начали нос в работе. Видите? Нос в рот. Помните? Начали в работе. Чтобы лицо осталось. Лицо для двойника. Древние египтяне поверили, что это человек родится два раза одновременно со своим двойником. Человек умер, стал холодным, же не двигается, но его двойник продолжается жить на земле. Его двойник – это память. Друзья, дети, товарищи, они его воспоминали. Если они творили ему статую, маску, колосс, портрет, его душа, или память, или двойник с ними обнимаются, соединяются. Двойник как рука на руку похожа, как глаз на глаза, как нога на ноги похожа. И чтобы соединились, необходимы такие изображения или статю. По какой причине такая цивилизация здесь творилась? Без этого не творилось в египте цивилизации. А если не творили ему маску, статую, колосс, портрет, они потом напоминают друг друга, потом все равно забываются. До сих пор мы не забыли брак Ефрена про сфинкса. Потом расскажу. Сфинкс, представляете, был создан для двойника. Здесь начали брак, видно все. Тоже сломали мумию, вытащили у себя. Вытащили такие амулеты, золотые амулеты. Смотрите, уважаемый бакбарный бакбар, без саркафаг 6 века до наших египетов. Смотрите внимательно с база лба. Совсем волосы, видите, совсем ровные. Помните, значит, ленивозные отбили назов, это нереально. Просто боли со сломанной. Но вот, в этой причине начали. Вот, совсем ровный, видите. Ровный, совсем перед вами. Саркофаг одного жреца, который давно умер, и вот замерзил его на родину. В этом саркофаге. Ветер с ума саркофагом. Перед вами есть саркофаг. Саркофаг одного главного жреца с от 4 века до нашей эры зовут его Бету Зир. Видно? Бету Зир. Так, с от 4 века до нашей эры он работал верным жрецом. Такой верный жрец умер, подзывается Мурван, и был похоронен. Его мумия расположена в городе Альмения, 300 километров до города Каира. Смотрите, какие выразительные глаза, как жужие. Видите, становая гость, а с рычок с партезом. Рождество с партезом. Тексты, надписи помогают ему, что вышло в раю. Дерево называется Акация. Акация – местное дерево. Смотрите, сколько звезд? Пять. И до сих пор у нас главный генерал – пять звезд. Гостиница – пять звезд. Это все прошло с Египта. Начинаешь жрец, у него только одна звезда. А главный – пять звезд. Видите, до сих пор больше звезд нету или генерал. Короче, два, пять, что. Урожали охоронили зерно до нового года, третий сезон, сухости и смерти. Третий сезон тоже четыре месяца. Они охоронили зерно. И десятый – пять. Они даже не хотят, а их немного увеки приваты. По сторонам у него много, много много. Немного – совсем не хватало. Время усыпания, поговорка. Видите, что высокое сухонное сухонное сухонное. Если обрабатывали, то не растет. Хлеб не растет, тесто не растет. Еще, от солнца. Они заметили, что заодно Бог растет далеко от солнца. В тюрьме плохо растет. Они говорили, что Бог ра вернуть им обратно в светлую душу, которую он спасал в процессе. Вернули души, светлая душа. Древние египтяне шок отображено возмешанность. Они заметили, сколько многих дедушек ворота Бога охранили. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...